Здравствуйте! Гость студии Данья сегодня Альберт Бурханов. Он историк, краевед, археолог, в данном случае заместитель председателя Всероссийского общества краеведов и руководитель Всетатарстанского общества краеведов, председателя совета этой организации. 3-5 апреля будет форум краеведов, как бы все татарские. Наконец настал этот день. Альберт, давай расскажем нашим коллегам, как пройдет это мероприятие. Уважаемые соотечественники, уважаемые краеведы, я очень рад, что у нас наступает такой торжественный день. 3-5 числа в Казани будет проходить форум татарских краеведов. Что я хотел бы сказать, сейчас работа кипит по разным направлениям. В первую очередь я что хочу сказать. Сюда Казань приезжает большие делегации. Вначале мы планировали, как это съезд от краеведов Республики Татарстан, но потом решили расшириться. На самом деле это у нас много разных форумов проводили краеведами. Это второй большой такой второй форум татарских краеведов. Он собирается в Казани, как и раньше в 2015 году. Сюда приезжают представители. Мы планировали 150 человек из Татарстана, 180 человек из Татарстана будет. Далее у нас с регионов Российской Федерации, если я не ошибаюсь, из 36 регионов уже зарегистрировано. Около более 200, я думаю, делегатов будет. В каждом районе, городе есть человек, люди, которые пишут историю этого края. Вот они и приезжают. В первую очередь мы все-таки работаем в комплексе. Это краеведы, то есть это работники музеев, это учителя, те, кто ушли на пенсии, занимаются упорной историей своего родного села, кто-то спонсирует это село. Значит, второе, конечно, ученые, которые знают хорошие методики, совместная работа ученых, и плюс общественные деятели, это может быть религиозные деятели, какие-то других организаций, и, естественно, руководители властных структур, которые нам помогают. Некоторые из них тоже будут участвовать. Что включено в программу форума? Ну, программа форума у нас, мы, три дня, значит, первый день, 3-го числа, с 8 утра, ну, полдевятого где-то, до полдвенадцатого мы фиксируем, проходит регистрация гостиницы «Татарстан». Приезжают делегации там, сразу скажу, что благодаря поддержке нашего правительства, работе конгресса, придумано так, что гости из регионов и плюс татарстанских районов будет обеспечены гостиницами и питанием. Естественно, они будут без всяких проблем участвовать в Казани. Далее у нас, после регистрации мы едем в Национальный культурный центр «Казань», после обеда у нас состоятся выставки книг, которые привозят у нас достаточно... Краевецкий литературе. Краевецкий именно по истории районов. Со всей России. России, те регионы, которые приедут представители, потом то, что было издано, то, что у нас имеется на лице. Кроме этого, мы познакомим их с музеем «Тысячелетия Казани», после 15 часов, могу даже точное время сказать, с 14.30 до 17 часов у нас состоится круглый стол с участием ведущих ученых, краеведов, общественных деятелей, посвященных проблемам изучения истории и написания истории населенных пунктов и регионов. Но при этом будет рассматриваться серия вопросов, связанных, например, с значением памятников истории и культуры, при написании истории села, района. Это археологические, эпиграфические, архивные материалы. «Круглый стол» — это там, где выступают все специалисты, специально выбранные. Выбранные, да. Очень много заявлено. Более 30 докладов только заявлено. За круглым столом. А на пленарном что будет? После этого, я хочу сказать, в 18 до 20 часов у нас будет презентация книг краеведовского характера, написанных пермскими краеведами. На следующий день у нас 4 апреля, значит, в среду состоится с 9 до 12 пленарных заседаний. Там тоже заявлено около 20 докладов. Мы ждем представителей из разных регионов докладами. В основном большинство докладчиков СССР заявили доклады на татарском языке, что отрадно. И мы надеемся, что придут руководители правительства Республики Татарстан. Возможно, мы ждем президента. И после обеда у нас будет семинар, посвященный архивам, когда представители, руководители и сотрудники национального архива будут оказывать содействие, рассказывать, как надо работать в архивах. На следующий день вечером у нас культурная программа Театр Тенчурина. На следующий год уже делегация знакомит с Казани и начинает отъезжать домой. Итак, 3-5 в Казани соберутся краеведы. Это все татарский форум. И у каждой семьи, у каждого населенного пункта, района, города должна быть своя история. Ее создают вот эти энтузиасты при содействии профессиональных ученых. Именно такая встреча состоится и в Казани. Об этом нам рассказал Альберт Барханов. Он руководитель Всетатарстанского общества краеведов и заместитель председателя Всетатарского общества краеведов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова